Работодатели теперь ежеквартально будут подавать данные в центры занятости о сотрудниках предпенсионного возраста, тех, кому осталось пять лет до выхода на заслуженный отдых. Это делается для того, чтобы обеспечить права пожилых. Напомним, неделю назад Госдума ввела уголовную ответственность за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста. С 1 октября россияне могут подать заявление в ЗАГС о заключении брака за год до события. Раньше это можно было сделать всего за месяц. Новые записи о рождении, заключении и расторжении брака теперь можно будет получить в ЗАГСе по месту жительства или пребывания, а не в том, где вносилась запись, как это было раньше. С сегодняшнего дня упрощаются и правила регистрации для индивидуальных предпринимателей. В частности, если в оформлении отказали из-за недостающих документов или неверного оформления заявки, исправить ошибки можно в течение трех месяцев. Успеваете? Повторно платить госпошлину, которая составляет 4000 рублей, не придется. Евгения Даровская. Наши новости.